здравствуйте всем еще раз у нас это сегодня четвертый обзор в океи мы боимся не боимся возможно закроет мегу на какое-то время возможно такие слухи ходят в других городов приходят вот поэтому мы решили наснимать материалы что было вам что показал всякий случай всякий случай шоу было так ребят кровать сундвек мы кстати мы все кровать и вообще сказать чем снимать буду мы будем снимать детские кроватки 60 на 120 грудничковые у нас надя росла в обычной кроватке алена уже в киевской сейчас их пять видов мы про все все расскажем ну дима здесь может только с точки зрения конструктива да значит смотрите кроватка растет вместе с ребенком регулируемое речное дно то есть посередине как полуманежек и пониже когда летел и главная фишка съемная боковушка здесь она просто снимается и ты не нарушаясь конструктив тебя получается вот такая вот полу кушетка ставишь бортик векара теперь кстати есть еще белая стоит 9 500 то же самое что и кровать сундвек только подростковые у нас массив бука а спинка это двп пленка то есть такие основные массе основные части это массив бука вот эти все а вот давай пашка пойдем покажем днишко лекарь не закрепили до конца сеточка поэтому даже если детеныш решит попрыгать когда уже подрастет кроваткой ничего не будет кровати грудничковые классные у нас была самая бюджетная я и очень довольна снегвар здесь уже берут вот например сундвек есть смысл здесь когда вы понимаете что вас ребенок долго будет в этой кровати спать да да где-то до роста метра десяти то есть там с рождения и лет до четырех тогда да есть смысл взять сундувик и все сняли у вас и обои целые дадим у димы основная проблема дети из из глаз дали просто детскую да и счету плане обоев так кстати практически каждой кровати есть пеленальный сундвеку пеленалка который потом спокойно превращается в комод вот эту часть можно снять у вас будет полноценный комод когда ребенок вырастет про это сразу рассказываем или потом какой-то обзор снимем да вы сразу наверное так пеленальный стол комод вот так это уже у вас комод полка полка ящики все отлично красиво когда у вас лялька еще лялька и не могу его это потом должен замочек будет там вот замочек вот там щекол до должно быть вот вот она вот 13000 два цвета повторюсь белый и такой серо-коричневый в разложенном виде с пеленальным полноценным пеленальный полноцен доской мы не можем разобрать там все закреплено дим раньше те и так на мертвые не крепил боятся что разберетесь магазин получиться смертельный случай не от кого-то любым моим кому-то полно либо дома но не в россии в америке кстати все ящики тканевые киевские умещать спокойно под кровать поэтому какой-то например постель что-то можно убирать туда нюансов по кроватям я для себя не нашла понятно что дети когда у них растут зубы раньше кстати были классные накладки на боковушку кровати силиконовые дети грызли зубы чесали об кровать сейчас увы нет в европе в других странах есть в россии шиш дальше кроватка детская смагира 7000 классическая кровать без каких-либо маятников 10 на 120 массив бука боковушка двп то здесь массив бука фишек никаких ничего никуда не дно только чуть-чуть приподнимается на одно положение вот все спинка не снимается ничего не убирается смысл не знаю только из-за того что на белое каких-либо вот вау-вау от нее на проще доплатить две с половиной взять суммы до который более функциональный это чисто вот грудничок так да дальше с магира есть пеленальный стол 454 900 пеленальный стол стеллаж схему нет по логике должен разбираться сниматься то есть вот эта часть должна закидываться и здесь получается остаются полки дсп в принципе вот каких-либо ребят опять же нареканий линейка новая шиш знает как себя поведет ничего не могу сказать кроватка гунар но можно устанавливать двух вариантов боковушка несъемная вот изящная у него движные ящички уже красивые смотрите функции мало положить можно минимум но вот уже эстетика посмотрите иди сюда кроватка за 15000 прошу сильно вот живет пока дитя еще не активная да изгрызла она будет в усмерть следы вот даже ногтем остается 15000 очень дорого не так массив бука перекладина каркас стержни да она полностью из массива бука вся то есть если кто хочет дополнить кроватку из массива волком 15 тысяч рублей естественно из эстетики нравится ящики красиво смотрится ну и спинка работа уже более основательно не должен фанерка куда то есть она такая прям вот так гулливер то же самое что и сундвик растет вместе с ребенком уже 7500 поэтому если нужна кроватика попроще полностью да но здесь видите все таки у сунвика боковушки закрытие как у полноценной кровати здесь все в рейках я до сих пор помню как у нас алена пыталась голову засунуть туда не смогла два вида регулировки давай картинку покажу что кровать не разбирать классика когда вы совсем маленькие средний размер когда ребенок уже ползает и убираем боковушку ставим бортик викарда полноцен за тысяч рублей покупаем у вас кроватки хватает уже надолго потом переезжать свое взросло значит по составу гулливер у нас из булка тоже шиш а этот гулливер из березы и покрыт акриловой краской кстати а следы так не остаются как на буквой кровати и пойдем покажу нашу любимую кровать над которой мы издевались как могли снегла алене будет 6 в июле мы покупали ее соответственно 6 лет назад примерно в это же время стоило тогда 2000 рублей сейчас она стоит тогда и так вот она целиком из бука вся не покрашены ребят очень гладкая а мы над ней издевались следующим образом когда алена подросла заднюю стенку что-то мы решили не убирать дима нам просто вот палок несколько выделял проредил проредила ребенок на нырял я кроваткой довольно потом кому-то она по наследству перешла здесь две высоты речного дна то есть вот это вот на повыше когда малыш маленький или пониже есть еще пеленальный стол пеленальный стол снеглар нас очень выручал алена была тоже кесарева то есть нужно было за детям ухаживать а мама вся перешитая 3000 тогда помню что он 1300 но извините цены меняются вот такой постилкой мы пользовались для ухода за алёкой наверно месяцев до 8 она уже хорошо сидела я ползала пыталась вставать но вот здесь очень удобно то есть манипуляции все процедуры проводить то есть мы примерно пользовались вот таким комплектом набор контейнеров всевозможные коробочки скуп внизу и все в одном месте я была довольна мне хватило вот поэтому в принципе если бы как бы не парить сюда по поводу цвета хотя он такой мягкий приятный можно взять снеглар кроватку просто если выбирать между массивом букой дспешной кроваткой за 7 лучше добавить 500 рублей взять гулливер у которой хотя бы снимается боковушка и вы можете потом кроваткой дольше пользоваться будем такие шалелые голосные я просто хочу тебе вопрос задать у нас первая дочка старшая и мы ей саранске приобретали кровать на кроватку и ты скажи по опыту эксплуатации что лучше было киевская которая надя пользовалась она очень быстро начала рассыхаться и она стала разваливаться вспомнит и и укреплял на металлические уголки чтобы ребенок не мог доспать еще покупали за дорогу по моему так получилось что она нифига не бюджетно стоило наде уже 12 лет то есть считайте да там 12 почти 13 лет назад покупали эту кровать и стоила она тогда у меня зарплата была около 8000 и терпел она где-то до 45 тысяч то есть вот пожалуйста сейчас мы покупали в обычном детском магазине суши давай задуматься раз детстве покажу так смотрите 12 ты выжили не сказал все я и я и киевскую поэтому вот если по бюджету ограничены и так устраивать снег лар если можете добавить берите гульвер за 7 500 вам ее хватит на дольше не надо издеваться какой-то кроваткой издевались ребята матрасом лучик вот этот матрас общение берите либо его зайти к ребенку куда-то на пол и прочее но не спать это маленький самый дешевый тонкий пенополиуретану это вообще ни о чем эти куда только если берут ребенку в деревне когда знаешь что вроде кроватка есть потом никто не собирается стоит всего 600 рублей вот между если допустим даже как время у ребенку лучше взять тогда вот такой пелеплут 1600 он стоит здесь уже полноценный съемный чехол у него будет все попрятали вот все приятно и здесь уже нормальный ребятушки слой пенополиуретана по картинкам нету смотрю а вот он 5 сантиметров 5 сантиметров это уже 6 сантиметров дальше кромер 8 сантиметров двухсторонний с волнистой поверхностью пенополиуретановой прослойкой высокой эластичный пенополиуретан дополнительно еще пружины сейчас его покажу вот вообще в идеале да когда вот такой нормальный средний бюджет и нормальный матрас вот 3000 вот за глаза этого матраса хватит вот он клумер 8 сантиметров с одной стороны волнистый матрас двухсторонний одна сторона средней жесткости другая более жесткая и вентилируемый матрас отличный у нас аленка спала на таком матрасе только он тогда назывался по-другому чехол кстати съемный я стирала но лучше на матрас ником закрыт следующий матрас 8 сантиметров уже из высоко эластичную пенополиуретана хорошо распределяет нагрузку снижает мышечное напряжение он стоит 300 кстати разница поэтому если спокойно да не напряг семейному бюджету не на последние то можно доплатить 500 рублей и взять такой и есть еще ребят за 8 уже положение попрят а нет вот вот тут можно расстегнуть как бы начинку указали может докопаемся на все то есть вот смотрите чехол внутри слой пенополиуретана чем дополнительный чехол поэтому даже если все дела детеныш сделает все равно матрас можно спасти вот в идеале сейчас до либо вот задать 3 тысячи либо за 3 500 за 3 500 лучше пружинит лучше будет держать тело здесь с одной стороны пожестче с другой помягче ну курит вот аналог малфорса и вот этот товарищ пружинный стоит 8000 с независимыми пружинными блоками с красивой от строчкой детям же так важно на какой от строчки они спят а вдруг неудобно будет и как у кокосовое волокно и натуральный латекс сразу скажу в основном берут вот за 3 либо за 3 500 матраса в деревне берут за полторы но за 600 рублей вообще не советует выкидывание денег вот рассказали мы вам и про грудничковой кроватки делитесь делитесь комментариями кто чуть не путаться да ну мальчишки здесь наверно вряд ли мальчишки в такие вещи не лезут хотя есть мальчишки которые лезут даже в полотенце кухонные вот так что чтобы никого не их меньшинство девочки мальчики рассказываем кому как что нравится что не нравится какие личные отзывы у вас может быть я в восторге от этой кровати а вы скажете фу гадость никогда такую бы не купили никому не посоветую у меня все дим добавить что-нибудь ничего добавить я не силен в этой теме только могу сказать как проредить палочки отпилить или как собрать а как кстати как собираются кроватки да очень просто сколько минут 15 это это с передых с передыхом вот так что друзья мои пишем коменты не забываем про телеграм-канал go нашу библиотеку про икея мальчишки